МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Члены Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь протягивают работу в регионах. Сегодня Жахара Мирогачева состракался старшиня постоянной комиссии по законодавстве и державным будовництве Сергей Севец. Под обязанностей в материале наших корреспондентов. Органы улады Мясовые Жахары звертаются достаточно часто. Все лето только у райвыконкам поступило коля 600 зворотов. При этом все больше грамадян отдают перевагу электронному варианту. Что пишется тематики, то больше всего Мясовое населенство хвалит дорожные проблемы и работа жилево-коммунальной господарки. У приватности размовы идти об ремонте шмат поверховок и якости пятной воды. Почас сегодняшнего приема огучивается еще одно питание. С середины липеня этого года в Беларуси денежная указ президента номер 127, который регламентует аппарат компенсации населенству расходов при установке в домах электрообсталявания. Как ждет в связи с пуском беларуской атомной станции, этот процесс будет проходить все больше активно. Разом с тем, для практичной реализации указа необходимо привести у ответственность и иншие законодавшие акты. Непосредственно в Рохачевском районе такое обстановление пожелали установить коля 70 человек. 16 из них подали заяву на выплату компенсации. Час для принятия решения, что есть, а ли вызначиться с ним, необходимо уже зараз. После того, как граждане производят работы по реконструкции, вводятся в эксплуатацию в обязательном порядке после проведения этих работ. И затем подают заявление на возмещение своих расходов, понесенных частей своих расходов. И после этого мы уже, соответственно, принимаем административное решение. Рельную допомогу в решении этой ситуации могут заказать в Совете Республики. В принципе, это обычная практика. После уступления документа в силу напрацовывается ответный опыт, после чего уносятся коррективы. Сергей Севец обещает детальово выучить это вопрос и при необходимости вернуться в Галиновые министерства. Совет Республики является палатой территориального представительства. Поэтому выездные приемы граждан – это один из очень важных элементов нашей повседневной работы. Мы как раз посредством приема граждан, посредством приема должностных лиц, тех же исполнительных комитетов районных советов депутатов, как раз призваны выявить возможные пробелы либо проблемы с точки зрения реализации нормативно-правых актов, как законодательных, так и подзаконных. Возможно, ситуация какой-то правовой неопределенности, которая так или иначе препятствует реализации субъективных прав граждан. Поэтому эти все вопросы зафиксированы. Мы возьмем их на контроль, мы проработаем, и по каждому вопросу будет дан полный и аргументированный ответ. В случае, если понадобится изменение действующего законодательства, значит, мы предпримем конкретные шаги по инициированию изменений нормативно-правых актов. Еще одно место встречи с Жихарами Рогачева – Державный профессийно-технический колледж-будовников. Размова с работниками установы о политической ситуации Украины и проведении конституционной реформы. Подчас проведения диалоговых плясовок поступило шмат пропанул по удосконаливанию законодательства, но часто они мают супраслеглый характер, а тому потребуют глубокого анализу. Тыжится гэтой деянности профессийно-технических колледжев, которые должны выпускать подрыхтованных во всех относенных специалистов. Рогачевская установа в этом плане может быть ориентиром для інших. Профессийные кадры – обсталявание, которое позволяет научить использование современных технологий, в том числе сфера хов-працей. В качестве подтверждения – прозовые места на международных и республиканских конкурсах молодых будущих. И стопроцентное размиркование после закончения учебы. Мы получаем благодарственные письма, и когда наши дети проходят производственную практику где-то на других объектах, то есть не в стенах колледжа, и приходят благодарственные письма, что хорошие специалисты, хорошее воспитание, мы гордимся этими детьми. Алексей Серов, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Рогачева. Взаиморазумение помеж уладами и грамадянами, конструктивный диалог и пошук компромиссу помеж службовыми особами и теми, кто до них звертается. Все это необходимо, чтобы любый жахар краины смог ожитивлять свои инициативы. Но знайти гульную мову удается не за все. Также хор агрогородка Салтанов Реческого района Александр Фурман, який звернулся до нас на городшую линию, не может ожитивить свою давнюю мару – створить властную агросадзибу. Вот ситуация разбиралась наша здымочная группа. Для Александра Фурмана агрогородок Салтанов по-соправному близкому сердцу. Тут он народился, и не глядя на то, что жить приходилось в разных местах, однольче вырышил вернуться до Коранев, чтобы заняться не легкой, а высокородной справой. Рассчитываю в будущем, чтобы был агротуризм какой-то, отдых в деревне, как это сейчас у нас в Беларуси призывают, и удобно, и местоположение удобное. Будование агросадзибы протягивается уже пять годов. На житявление мары потребны великие сродки. Нечто Александр назбирал, нечто пришлось опродать. Так-то инакш выгнана великая частка работ. Зал для проведения каких-то дней рождения, каких-то корпоративов, местных каких-то развлечений. Ну, как бы, планируем так. Але у будущего предпринимальника узникли проблемы. Кап провести электричность, Александру необходно отримать дозвол на повышение ее могутности. Мужшини отмовили. Обратился в наши местные органы, в одно окно, в электросети сельские. Везде все отказывают, везде никаких разговоров нет. У нас, как только говорю, Салтаново, улица, говорят, напряжения там никакого нет, по станции слабые, ничего, у вас никак ничего. Я говорю, как, вот я хочу подключить электрокотел, перейти на электрогрев дома. Вся сейчас оборудование, все электропечки, электроплиты, все электрическое современное. Планы Александра не обмяжовываются только агросадибой. Есть жадание выпекать свой домашний хлеб. Утымлику на продаж. Без повышения могутности электричности, это немахтшимо. Печку приобрем. Электрическая, конвекционная печь для изготовления всех хлебобулочных изделий, как бы уже профессионального типа. Ну, она работает на 380 вольт, опять же. Трехфазный ток нужен, 10 киловатт минимум. Ну, хорошая вещь, ей можно много чего сделать. Так же плита электрическая приобретена, тоже все новое приобретала. Все тоже. 380 вольт, тоже трехфазный ток, тоже 8 киловатт нужен напряжение. Зараз мужчина выкорыстовывает твердопалевный котел. Пакуть, что это одиная махшимость отцеплять помешканне. За электричностью, отзначая господар, было бы значено простей и тонней. У супраслеглых обоку свое бачение ситуации. Кировництво рэджерских электричных сеток прокомментовало ситуацию наступным чином. Гражданину было предложено, в случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и регистрации агро-экоусадьбы, очень удобный и простой вариант решения данной проблемы. На данный момент существует и нами практикуется такая услуга подключения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как технологическое подключение. Подразумевает простую и не требующую для потребителя дополнительных организационных моментов процедуру по принципу одного окна. Все работы по устройству электрических сетей и подключению берет на себя энергоснабжающая организация. Но в данном случае для данной электроустановки необходимо строительство участка высоковольтной воздушной линии 10 000 вольт и установка хотя бы небольшой, но трансформаторной подстанции. И, конечно, эта услуга подразумевает оплату. Для Жихара Салтанова такие варианты довольно стратны. До того же, по словам Александра, он не может подключить электричность на объекте, навыд минимально, як физичная особа. На это у мясовых энергетиков так само есть свой отказ. Резерв пропускной сдольности истнуючей сетки вычерпаны. Мужчина и агородные не бачат реальных пирожкот, как здесь не задуманное. И спадзяются на компромисс. В наше время современная, тем более своя электростанция атомная построена, агрогородок, большая деревня. Я думаю, это решимо все. Просто это надо, не знаю, как-то достучаться. Ну, хочет сын мой тут трохи. Все же для народа, все для людей. Ну, молодым дорога, старикам почет. Ну, пусть бы так бы и было бы. Мы никогда не отказываемся и всегда готовы рассмотреть совместно с потребителями все возможные в рамках законодательства варианты решения их проблем. Поэтому в случае заинтересованности гражданином Фурманом Александром предлагаемых ему вариантов, мы готовы обсудить с ним и принять решение по подключению его электроустановки. Семья Фурман спадзеется вырешить хвалючее питание в ближайший час. Мы будем сошить за разведцем ситуации. Миколай Скинсиян, Валера Гапанько, телерадо и компания Гомель Зрачицкого района. До других тем. Два года химии присутствует для 24-го года Гомельчанина, который уже не изменил на флагштоку державный флаг на белый, червоный, белый. Приговор обвешанный в суде Центрального района. Ранее молодой человек неодноразово притягнулся до администрационной отказности за разные правопорушения. Вот им лико супраць грамадского аппарата. На этот раз уже криминальная справа. Гомельчанин отправится за краты за злостное хулиганство. 16-го жнивня он разом с іншими спустил державный флаг с флагштока на площадь Ленина. Замес его было установлено и взнято белое-червоное-белое полотнище. Осудженный вину не признал, а свои деньги аргументовал эффектом на толпу. Выник такой выходки два года у колонии поселения открытого типа. Проговор у законную силу не уступил и может быть обскорженный. Хочется напомнить гражданам, что уголовная ответственность за совершение хулиганства, так же как и административная ответственность за совершение мелкого хулиганства, наступает с 14 лет, поскольку данное правонарушение преступления представляет повышенную общественную опасность. Кроме этого, в настоящее время в Республике Беларусь совершаются противоправные деяния в отношении государственной символики Республики Беларусь. Однако хочу отметить, что за любое противоправное деяние против государственной символики предусмотрена уголовная и административная ответственность. Программа «Великая будовля» вертается. Эфир каждую опошню неделю месяца. На этот раз домашняя группа отправилась в Хойницкий район, поглядеть и окерующая компания холдингу «Будинженерингруп», выполняя мара мясовых жахаров о пригожих уластных домах. Корреспонденты познайомились с новоселами и побывали на будовнейших пляцовках. Потом зазернули у один с Хойницких агрогородков. Там по инициативе Вязковца провели газ и зараз будуют станцию обезжалезвания. И наприконцы подорожа с домашняя группа наведала гомельскую шмат-поверховку, в которой еще можно поспеть, набыть кватеру. Глядите «Великую будовлю» в неделю 29 листопада в 19.45 на телеканале «Беларусь-Шатыры Гомель». Маленькие гомельчане. Завтра в городском центре культуры вызначатся имены переможцев детяшого конкурса артистичного майстерства и грации. Наш корреспондент Ганна Корольчук побывала на генеральной репетиции и погутерила с юными конкурсантами. Море одваги, бесконцея верово-властные силы и обаяние. Минавито так можно охарактеризовать 14 финалистов городского конкурса «Маленькие гомельчане». Семь хлопчиков и семь девочинок от 8 до 11 годов. Усеяны вельми артистичны и, не глядячи на юный взросл, мают шмат талентов и интересов. Учусь в школе при МЧС. Мне 10 лет. Изучаю английский, мой самый любимый предмет, что мне легко дается. И все мои мечты я пытаюсь осуществить. У меня в школе был почти точно такой же конкурс. На репетициях я чувствую себя свободно, настроенно, потому что я хочу выиграть первое место. Учусь в школе 69-й, увлекаюсь каратэ и бадминтоном. Так, почему пошел участвовать в такой конкурс? Может, для мальчика необычно, нет? Почему пришел? Захотелось поучаствовать в конкурсе. Просто хочу выиграть. Дети рыхтовались до завтрашнего дня с початку костричника. На репетициях яны разучивали танец, займались дефиле и актерским майстерством. Кажется, что зусим не боятся сцены, а лишь запомнить все необходные рухи, бывая складано. Нас учили дефиле, танцам, актерскому мастерству. Так, а что тебе больше понравилось, а что самое сложное было? Самое сложное танце, самое легкое актерское мастерство. Было раньше страшно, пошли в этом году, потому что в том готовились, думали, не надумали. Вот так вот, а в этом уже собралась и готова. Хорошо. Вот проходили репетиции, сложно тебе было, нет? Ну, было интересно, но не было сложности. Ну, как себя чувствуешь перед финалом? Уже уверена? Настроена. Эксперты уже поспели оценить конкурсанта у попередних этапов по актерским и спортивным напрамках. В финале хлопчики и девочки представят для жюри и глядачей пять выходов. Визитовку, дефиле у дизайнерской вопраце и костюмах, сделанных детьми и их батьками с подручных материалов. Закрыть шоу, танец и выход в вечерних уборах. Жюри чекают не простый выбор. Остальные сегодня до полночи могут подтримать у подобанного отделника в интернет-голосовании на сайте газеты «Гомельские ведомости». Ее натремают приз у особной номинации. Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадоакомпания «Гомель». Мокрый снег чекается в регионе у выходные. В субботу махшим и туман и гололед. Температура поветра в нашей складе от 1 до 3 градусов тепла. В день будет до плюс 6. В неделю на протягу суток будет истим мокрый снег. Слубки термометров покажут от нуля до плюс 3 градусов. На наступном тыдне будет перевожать зимовый характер надворья. Температурный режим у первой дни снежный вернется в климатичную норму. На значной части территории краины усталюется снежная покрыва. Это инши новины. Информацию о проектах телерадоакомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу. На этом выпуск завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Начнем выпуск с печальной новости. Накануне ночью на пожаре в частном доме деревни Старая Рудня Жлобинского района погибли два человека. О пожаре сообщили соседи. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже охватило деревянное жилое строение. Разбирая завалы обрушенных конструкций, пожарные нашли два обгоревших тела – 54-летнего хозяина дома и женщины, находившиеся у него в гостях. Мужчина стоял на учете как злоупотребляющий спиртными напитками. Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем. Сейчас обстоятельства происшествия изучают следователи. В Рогачевском районе автолюбитель сбил двух нетрезвых пешеходов. Для пострадавших мужчин это закончилось госпитализацией. На и случился в Довске. При встречном разъезде водитель автомобиля «Рено Меган» принял на капот двух пешеходов – мужчин 64-х и 33-летнего возраста. Они в состоянии алкогольного опьянения переходили дорогу в неположенном месте. Фликеров на пострадавших не было. А в Житковическом районе нетрезвый водитель встретился в Кювете со столбом. Авария произошла между населенными пунктами Боровое и Юркевичи. 60-летний мужчина потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги, где врезался в столб. Пострадал пассажир внедорожника. Мужчина в больнице. Партию товаров на сумму более 18 тысяч рублей намеревалась ввести в Беларусь без декларирования гражданка страны. Задержали женщину в пункте пропуска «Новая орудня». Во время проведения таможенного контроля среди личных вещей 27-летней белорусские гомельскими таможенниками обнаружены свадебное платье, ткани, норковые куртки, обувь, а также косметические средства и духи. Исходя из количества перемещаемых товаров, а это порядка 200 единиц различных наименований, более 60 метров ткани, они подлежат таможенному декларированию и не относятся к категории для личного пользования. Штраф составил 5 базовых величин. К другим новостям в Будокошлевском районе. По следу обуви удалось найти 49-летнюю хулиганку, которая камнями разбила окна в соседствующих домах деревни Кривск. Неизвестную дебоширку не смутило даже то, что в момент хулиганского поступка в доме находились хозяева. К счастью, никто из них не пострадал. Камни оказались с палисадника одного из домов, где сотрудники комитета судебных экспертиз по Гомельской области нашли след от обуви. Выяснилось, что он принадлежал одной из местных жительниц. Это было доказано экспертизой, проведенной после изъятия ботинок женщины. Сельчанка призналась в содеянном. Успехом закончились поиски 73-летней пенсионерки, которая потерялась в лесу Калинковического района. Около деревни Бобровича женщина пошла за грибами и так и не вернулась. Позже она сообщила родственникам, что заблудилась и не может выйти из леса. На помощь к пенсионерке отправились спасатели, работники лесхоза и милиционеры. После полудня женщина была найдена лесничим около деревни Булавки. В медицинской помощи не нуждалась. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4 и берегите себя. Увидимся. Гоменюк и Тюкуришвили забили по одному. Гоменюк оформил хет-трик, а вот Тютков записал на себя автогол. Победа в этом поединке позволила гомельской команде оторваться от соперников турнирной таблицы. Результат на табло очень радует. Хорошо, что мы прошли вот этот отрезок уже из трех матчей. Я сегодня, честно говоря, были у меня сомнения насчет свежести ребят, потому что мы сыграли до этого две игры за короткий промежуток времени. Но я вижу, что мы нормально вошли в ритм, ротация у нас есть более-менее. Да, реализация, конечно, страдает еще. Конечно, и соперник нас сегодня простил несколько раз. Смогла бы игра повернуться в другую сторону. Хочу отметить еще, что после гола пропущенного, что ребята молодцы, они даже как будто этот гол не заметили. Продолжали гнуть свою линию, играть в свою игру, и мы добились результата сегодня. В понедельник 30 ноября в Гомеле пройдет областное дерби. БЧ встретится с ВРЗ. Матч состоится на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 19.30. Это будет принесенная встреча с седьмого тура. Напомним, по решению Белорусской ассоциации мини-футбола все матчи чемпионата проходят без зрителей. По итогам 11-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу была собрана символическая сборная. В нее вошли Лысенко из ВРЗ, Кусков из БЧ, Швидко из МФК «Минск», Горбенко из «Толицы», Семенюк из «Дорожника». Отметим, что Константин Кусков признан лучшим игроком 11-го тура национального первенства. Капитан железнодорожников в матче с Борисовым 900 поучаствовал в трех голевых атаках. На его счету один гол и две результативные передачи. Завтра пройдет перенесенный матч 11-го тура чемпионата Беларуси по волейболу дивизиона «А». На паркете спортивного комплекса «Локомотив» сойдутся «Энергия» и «Борисов БГУФК». Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Матч пройдет со зрителями. Однако организаторы просят болельщиков соблюдать дистанцию и не забывать про масочный режим. В воскресенье 29-го ноября женская команда «Гумельские рыси» встретится с БДУ «Цмоки» в рамках чемпионата Беларуси по баскетболу. Днем ранее поединок проведет мужская команда. Она сыграет с клубом «Импульс БГУИР». Начало в 14.00. Оба матча состоятся на паркете Дворца игровых видов спорта. Определились финалисты розыгрыша Кубка Гумеля по волейболу среди мужских команд. В заключительном матче городского первенства сыграют сборные «Водоканала» и «Бумпрома». Финал и поединок за третье место пройдут 1 декабря. Точное время встречи будет назначено позже. С новостями спорта вас знакомила Влада Васильева. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова